У нас на данный момент особо-то давить не получается. Если есть политическая возможность, не ущемляя интересы России, русского народа, прекратить это подморозить, то это нужно сделать. Российские военкоры и телеведущие, которые раньше уверяли, что Россия за три дня покорит всю Украину, теперь получили новые методички и признают, что да, как-то вот за три дня не получилось. И вообще сил для того, чтобы захватить всю Украину у России, очевидно, нет. Поэтому остается только заморозить конфликт и прекратить боевые действия. А иначе Россия получит немало проблем. К примеру, известный российский военкор Дмитрий Стешин, который тоже раньше призывал дойти до Киева, теперь уже говорит, что, в общем-то, Донбасс уже и так получил все, что хотел. Сил захватить всю Украину у России нет, это объективно, надо признать. Россия зашла в тупик, поэтому остается только заморозить боевые действия и договариваться с Украиной о перемирии. А кто с этим не согласен, так пусть сам едет и сам завоевывает всю Украину. Началось интервью с рассказа о том, как расцвел освобожденный от Украины Донецк, куда русский мир пришел еще 8 лет назад. Да, в принципе, все, чего хотели, Донбасс добился. Остались какие-то сущие мелочи, которые отравляют жизнь. Мелочь первая, вот у меня на кухне стоит 500-литровый бак воды. Каждое воскресенье ко мне приезжает хозяин квартиры, мы с ним начинаем там на мой последний этаж поднимать 20-литровые баллоны с водой. Поверьте, это еще то приключение. В общем, всего, чего хотел Донбасс, он, оказывается, уже добился. Просто, знаете, маленькая такая проблема, нет воды. Ну, вот, знаете, при плохих украинцах была. Я, когда жил в Донецке, вода вообще шла без перебоев, да. А как пришла Россия, так вода куда-то пропала. Ну, просто освободили Донецк от воды, поэтому приходится теперь ее на этажи носить какими-то баллонами по 20 литров. Но это вообще пустяки, знаете, не стоит и внимания обращать. Есть еще, как бы, отравляющая жизнь деталь цены в магазинах. Сравнивая с московским Дикси, я могу сказать, что в московском Дикси примерно в два раза дешевле. Да, с ценами в Донецке тоже нехорошо вышло. Теперь они выше, чем в Москве. Но фанаты русского мира должны быть довольны. Они же мечтали, чтобы было как в Москве, а получилось даже обогнать Москву. Подо мной в квартире выбиты все окна, там никто не живет. И надо мной в квартире все выбито, все окна. И вообще фасада тут свой дом случайно увидел. Половины окон нет, но дом видно, что пустой. И воды нет. Ну, такая квартира, а это самый центр города, золотая миля. В общем, Донбасс получил, чего хотел. Пришла Россия, и теперь нет воды. Цены в два раза выше, чем в Москве. Город вообще стоит пустой, люди разбежались. Даже в центре города стоят дома пустые с выбитыми окнами. В них никто не живет. Но это все пустяки. Знаете, такие маленькие нюансики. А в остальном-то все хорошо. Ну, а раз все хорошо, и раз Донбасс уже получил то, что хотел, то можно уже и конфликт подморозить. Я считаю, что если есть политическая возможность, не ущемляя интересы России, русского народа, прекратить это подморозить, то это нужно сделать. Если кто-то считает по-другому, ну, пусть приезжает сюда. Человек, который 8 лет зарабатывал тем, что врал о том, что в Украине якобы страшно притесняют русских, теперь признал, что, ну, вы знаете, да, на самом деле не очень-то русских и притесняют, поэтому и конфликт можно подморозить. А кто с ним не согласен, так пусть сами приезжают и воюют. Есть кто считает, что нужно как бы давить, давить до конца. Но давайте без хаженства. Мы же видим по конфигурации линии фронта и по ходу боевых действий, что у нас на данный момент особо-то давить не получается. Ой, а что случилось? А как же Украина за два дня? Куда подевались все эти бравурные крики, обещания дойти до Польши, дойти до Ла-Манша? Теперь вдруг, посмотрите, как заговорили, уже говорят, что Россия в тупике, ничего не получается, какой-то цукцванг. Цукцванг, как это называется в шахматах, да, каждый следующий ход лишь ухудшает положение или пад. Теперь пропагандист Стешин жалуется, что у России не получается даже удерживать те территории, которые она уже захватила. Их приходится сдавать. Например, как это произошло с Херсоном. Город Херсон, например, отдали, да. Можно по-разному называть это. Передислокацией мы ушли оттуда просто. Зерновую сделку пошли на уступки и так далее. Пока я вижу только уступки со стороны России. И Славянск теперь взять, очевидно, уже не получится, поскольку Россия строит водовод в Донецке из Ростовской области, который был бы не нужен, если бы российская армия могла взять Славянск и наладить поставку воды в Донецк из Северского Донца. Славянск мы брать не будем или возьмем его так нескоро, да, что приходится класть достаточно дорогостоящие изделия водовод длиной порядка 200, что ли, километров. А Киев теперь вообще не очень-то и хочется брать, поскольку после всего того, что произошло, Стешин его разлюбил. И у него не осталось больше в Киеве любимых местечек. Больше на Украине у меня любимых местечек нет. Вряд ли я получу то удовольствие от Киева, которое я испытывал когда-то в 2013-2014 году. К сожалению, цивилизационный разлом прошел, ничего не поделать. В общем, одно сплошное разочарование. Причем обратите внимание, что они уже все поняли. Вот эти даже рупоры путинского режима, они уже не отрицают, что все, да, они уже открыто признают, что, ну, нету сил дальше это продолжать, нету сил захватить Украину. Соответственно, то, что продолжается вот прямо сейчас, уже не имеет никакого смысла. Те люди, которые там гибнут сейчас, они гибнут абсолютно напрасно со стороны России, потому что все, это просто продление огонь. И они признают, что, ну, нет все сил продолжать, нет сил захватывать, все остается только останавливаться, замораживать. Они буквально уже молят просто об этом. То есть, соответственно, чем дольше эта огония продляется, тем выше они в итоге цену заплатят. Ну, а ситуация уже не поменяется. И смотрите, это же провластные военкоры признают, это не какая-то вражеская пропаганда там, да. Это вот сами россияне уже говорят, что да, мы пришли к тому, что план Путина провалился, не будет никакой там деноцификации, демилитаризации, нет сил захватить Украину, остается только заморозить. То есть, они понимают, что проиграли. Они знают, что им придется уходить, рано или поздно отдавать эти территории, потому что они чужие, они захвачены. Они знают, что им придется рано или поздно платить. Они просто продляют эту бессмысленную агонию, увеличивая для себя цену, которую в итоге все равно заплатят. Подписывайтесь на канал, друзья, это важно. Оставьте комментарий или лайк к этому видео, это поможет ему получить больше охват. И, соответственно, больше людей узнают правду о том, что происходит. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ. Владимир Путин, который всего год назад, вальяжно развалившись в кресле, обещал показать Украине, что такое настоящая декоммунизация. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация. Теперь заговорил уже о вероятных сценариях поражения России и ее будущего развала. Теперь Путин говорит, что он уже вообще не уверен, сохранится ли в будущем русский народ или распадется на целый ряд этносов, типа уральцев или московитов. Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов в России и, прежде всего, конечно, русского народа могут кардинально поменяться. Ну, просто кардинальным образом. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon або других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео. До новых встреч! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok